Текущая экономическая ситуация в целом устойчивая и сбалансированная. Этими словами, Владимир Путин открыл совещание по формированию бюджета на ближайшую трехлетку. И тут же президент России добавил, что по ряду ключевых показателей ситуация значительно лучше прежних оценок и прогнозов. Еще в апреле прирост ВВП на текущий год ожидался на уровне 1,2%. В первоначале-то вообще там некоторые минусы нам рисовали, да? Но потом прогноз поправили, 1,2 ожидали, но по факту мы уже превзошли эту планку. А по итогам года рост ВВП может выйти на уровень 2,5, даже может быть больше 2,8%. Нефтегазовые доходы бюджета в июле-августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года. С учетом цен на мировых рынках продолжается их активный рост. Одно из основных проблем на совещании названо ускорение инфляции. Главный фактор здесь – это ослабление рубля. Владимир Путин заявил, что необходимо четко понимать причины этого и своевременно принимать соответствующие решения. Президент подчеркнул, что правительство и Центральный банк должны сработать профессионально и согласованно. В целом можно сказать, что этап восстановления российской экономики завершен. Мы выдержали абсолютно беспрецедентное внешнее давление. Санкционный натиск некоторых правящих элит в так называемом западном блоке, некоторых правящих элит в отдельных странах, которые мы называем недружественными. ВВП России вышел на уровень 2021 года. Теперь важно сформировать условия для дальнейшего стабильного и долгосрочного развития. Новый федеральный бюджет должен быть объективно просчитан и сверстан, исходя из общего государственных приоритетов наших национальных интересов, стратегических и текущих планов по всем ключевым направлениям. Такую задачу поставил Владимир Путин. И, конечно, прежде всего нужно гарантировать четкое исполнение всех социальных обязательств государства перед людьми, отметил президент. Евгений Волков, Наши новости. Продолжение следует...